Потому что к некоторым СМИ у нас с братом особые отношения, и надо знать, как правильно общаться с вами. Так что нет ограничений, на любой вопрос готовы ответить, пожалуйста. Поднимайте руку, Юля будет вам передавать микрофон, и работаем. Пожалуйста. День добрый, зовут меня Марина Клинкова, информагентство «Высота 102». А хочу спросить, в Волгоград вы приехали с какой-то грандиозной программой, которая будет отличаться? Волгоград что-то увидит, интересное, новое? Окей, спасибо. Мы в Волгоград приезжаем уже далеко, далеко не первый раз. И, конечно, ожидаемо то, что вы будете спрашивать. И прежде всего от зрителя, потому что зритель придет, и который был наверняка не только в наш прошлый приезд и позапрошлый, и будут сравнивать с тем, что было. Поэтому, конечно, мы привезли новую программу. Но, несмотря на то, что будут некоторые повторы, не потому что мы не смогли изменить программу, а потому что есть вещи, которые ждут от нас зрителей, от нас, как от артистов. Я, будучи в свое время, когда был на концерте Майкла Джексона, понял, что зрители ему не простят, если он не споет песню «Билли Джен». Так положено. Вот и все. Поэтому и прыжок верхом на льве, который мы уже не однажды показывали здесь, он, конечно, будет. И некоторые вещи тоже повторятся. Но это те, с чем мы напрямую ассоциируемся. Вот и все. Что касается основного коллектива программы, то мы привезли одну из самых сильнейших, если не сильнейший коллектив сегодня российского цирка. Это люди, которые являются элитой. В конце нашей программы мы объявляем всех наших номера, и порой их звания гораздо дольше, чем их фамилии произносятся. Вот все. Это приятно. Люди приезжают сюда с международных цирковых фестивалей в ранге заслуженных артистов, народных артистов, народных артистов других республик. И все это говорит о серьезном, о серьезном качестве. Очень молодой коллектив, средний возраст около 30 лет, но это все мастера большие. Мы сейчас были на Универсиаде, являлись культурной программой Универсиады. И особенно было приятно отметить, что в нашем коллективе достаточно большое количество именитых спортсменов. Потому что когда я объявил, что в составе нашего коллектива работает трехкратная чемпионка мира по акробатике Гузель Хасанова, зал хлопал, потому что они ее знают. Она с Татарстана, и это здорово. Вот артисты такого уровня, спортсмены такого уровня уже стали артистами и работают в нашем коллективе. Конечно, будут львы, если уже конкретно отвечать, конечно, будут львы, будут тигры, будут лошади, будут попугаи, будут собаки, животные в нашем коллективе являются неотъемлемой его частью. Но любители акробатики, сейчас стало модно говорить об акробатике, о воздушной гимнастике. Будет очень много воздушных номеров, будет много акробатических номеров, групповые номера. Состав коллектива больше ста человек. Это самая большая программа, которая была за последние, не знаю, наверное, 10 лет в Волгограде, и она может соревноваться только с нашим прошлым приездом сюда же. Вот и все. То есть фактически мы с братом по масштабности соревнуемся с собой у прошлых лет. Как-то так. Пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Первый Волгоградский канал. Орлова Анна. А вот вы можете немножко поподробнее рассказать о конном аттракционе «Элада», который вот... Конный аттракцион «Элада» был создан на базе одного из наших крупнейших проектов, который мы показывали в Москве, проект «Камелот». В общем, это изначально была модернизированная версия нашего номера, который мы когда-то показывали в Волгограде, «Жонглер на лошадях», потому что те люди, которые следят за нашим творчеством, знают, что братья Запашные занимаются не только дрессурой хищников, в общем, работают в разных жанрах. Но в нынешней программе мы привезли два номера, в которых участвуем непосредственно с братом. Это вот как раз-таки аттракцион «Элада» и аттракцион с хищниками. Это без ложной скромности уникальный аттракцион, потому что не существует аналогов. Орл хищников заговорил. Да, да. Но это для подтверждения моих слов. В общем, товарищ со мной согласен. Он без ложной скромности, как я говорю, уникальный, потому что аналогов его просто в принципе не существует. Это групповое жонглирование на лошадях, которые запряжены в телеге. В общем, совершенно хитрые, невозможно описать, которые комбинации, это нужно видеть, потому что в принципе цирк – это искусство для глаз. И в общем, оценить по-настоящему этот номер зрители смогут, только придя в зал. Но, тем не менее, есть и вещи, которые являются рекламными, знаковыми. Брат говорил о званиях, почетных различных, которые также подтверждают некий статус номера или артистов. Так вот, аттракцион «Элада» он занял первое место на международном конкурсе в Ижевске. В общем, очень сильный конкурс, который проводится уже много лет в столице Удмуртии. И вот, в общем-то, получил он золотую награду. Да, в ближайшее время с этим аттракционом нас пригласили в октябре месяце на международный конкурс в Италию. Город Латино, если кому-то интересно. Да. Можно я? Да. Здравствуйте. Олеся Швыченко, Волгоградское деловое телевидение. Скажите, пожалуйста, ваши номера не раз попадали в книгу рекордов Гиннесса. Еще какие-то будут шедевры такие же, которые вы готовите именно на таком уровне? Если конкретно, вы спрашиваете, хотим ли мы в третий раз попасть в книгу Гиннесса? Да, может, даже и в четвертый, и в пятый. Хотим, очень хотим. И вы знаете, фактически мы в нее попали, нас, честно, просто официально почему-то не вносят. Дело в том, что знаменитый канадский цирк Дю Салей уже лет 10 в книге Гиннесса держит позицию самое посещаемое цирковое шоу с посещением 150 тысяч зрителей за две недели. За две недели. 150 тысяч зрителей за две недели. Позапрошлым году мы с братом побили эту цифру, у нас посетило 250 тысяч зрителей. Но книга Гиннесса как-то не хочет вписывать туда, вот давая им вот этот, оставляя за ними эту позицию. Но мы еще пободаемся за это. Я думаю, мы докажем свое право то, что если есть другие люди, которые побили этот рекорд, то рекорд надо обновлять. Вот и все. Что касается непосредственно работы, трюковой работы, да, то, конечно, артисты нашего коллектива, ну, очень амбициозные люди. И мы постоянно работаем над тем, чтобы придумывать какие-то новые вещи или бить старые рекорды. Пока говорить рановато. Знаете, любой рекорд, он под собой подразумевает серьезную психологическую нагрузку. Если сейчас мы что-то скажем, что еще у нас не готово, фактически сами обяжем себя, но возможны травмы, возможны неудачи, и мы просто будем голословными. Вот и все. Как что-то будет приближаться уже более конкретно, мы обязательно об этом обновим. Пока только два рекорда официально занесено в книгу международную Гиннесса. Это прыжок верхом на льве и колонна на движущих лошадях из трех человек. Окей. Следующий вопрос. Здравствуйте, газеты «Городские вести» Волгоград. Скажите, пожалуйста, сколько всего будет животных участвовать, в том числе хищников, и есть ли среди них дебютанты, либо уже со стажем артисты? Ну, хищников мы привезли сюда 15. Не все они будут работать, к сожалению, может быть, к счастью, потому что они еще молоды. Есть у нас просто в группе молодые, подходящие, в общем, к статусу полноценных артистов хищники, а именно трое. Это два тигра молодых и один львенок. Помимо этого, есть еще один лев резервный, который на манеж не выходит, в силу того, что он опасен сам для себя. То есть хищник, который не понимает степени опасности со стороны других хищников, поэтому мы его, в общем, изолируем от остальной группы, его просто могут убить. Все остальные животные работают на манеже. Как бы касательно остальных животных, у нас в манеже будут выступать только, получается, две лошади. Сейчас джигитов не будет в этой программе. 17 собак работает. 8 попугаев. 8 попугаев. 10 хищников. Вполне возможно, что будет премьера новых животных. Молодой тигр Барпет, ему около двух лет, вот-вот на подходе. Поэтому возможно, что ближе ко второй половине наших гастролей мы попробуем его ввести уже на зрителя. Потому что так он работу знает, делает, но зрителя еще ни разу не видел. Пожалуйста. Кто еще желающий? Здравствуйте, меня зовут Лилиана Трохина, я представляю журнал «Телесемь» в Волгограде. И вот мне интересно узнать о ваших тиграх. Вот вы говорите, например, что вы добирались сюда на самолете. А как вы сюда везли ваших тигров? Вообще, как они дорогу переносят? Во дворе цирка вы можете наблюдать при желании очень большие фуры, специально оборудованные. Покрашенные с нашим логотипом. Это те самые фургоны, которые перевозят животные. Они специально, как я сказал, оборудованы для специфических нужд, как бы животных. Для того, чтобы внутри также находились люди, обслуживающие персонал, которые могут, в общем, чистить клетки, убирать, кормить, следить за температурой. В общем, добирались они сейчас прямиком из Казани, автодорогами. Ну, вы знаете, все, дорога, дорога и рознь. И тем более в нашей стране две проблемы известные. Причем одна проблема строит все время другую. И вот я сейчас, пока из аэропорта ехал, как бы неприятно удивлен был состоянием дорог города Волгограда. И, в общем, если вы ездите между городами, то вы особенно хорошо должны знать, что дороги оставляют желать лучшего. Поэтому, конечно, когда дорога убитая и, в общем, сильная тряска, мне кажется, здесь не имеет значения, человек или животное едет. Любому будет дискомфортно. Но фургоны максимально, в общем, качественные. Есть амортизация, как я сказал, температурный режим, все нормально. Поэтому исключительно временной фактор. То есть, если в дороге не происходит ничего экстраординарного, да, для полтора суток для животных это вообще не нагрузка никакая. Но мы стараемся выбирать таким образом маршруты, чтобы все-таки расстояния не были критическими. В общем, только если куда-то за границу мы едем, тогда бывают большие расстояния. Передвигаются животные в цирке не только в нашем, а вообще, в принципе, как бы в системе цирковой. И разными путями, преимущественно автомобили, потом далее идут железные дороги и бывают еще самолеты и пароходы. Добрый день, Комсомольская правда, Волгоград. Ну, я не знаю, который раз вы в Волгограде, вам, наверное, легче посчитать. Вот лично я помню четыре ваших приезда еще с тех пор, когда вы были юными, можно сказать. Маленькими. Ну, нет, не маленькими, вы работали на манеже, вы работали с отцом. Здорово. Мне интересно, скажите, есть ли какие-то эпизоды, вот скажем, там, 3-4-5 эпизодов самых ярких в вашей жизни, в вашей карьере, которые вы связываете с нашим городом? Можно я расскажу? Спасибо. Вот я когда-то давным-давно, когда я был маленьким, вот где оркестровая площадка, залез на большую высоту, когда папа крикнул команду «Тигр вышел». У нас здесь произошел такой случай, слава богу, он обошелся, в общем, все остались живы, но как бывает обычно в таких форс-мажорных... Форс-мажор покинул территорию своей клетки. Да, в форс-мажорных ситуациях, потом очень смешно узнавать, кто как, в общем, спасался. Я абсолютно легко говорю об этом, потому что я тогда еще был маленьким, и правильно было бояться, правильно было убегать, в общем, они сопротивляться. И поэтому я, в общем, преодолел очень большую высоту, там была такая стенка, кратчайший срок, да, в общем, без каких-либо, в общем, средств возможных, да, для того, чтобы можно было карабкаться. Вот я не помню, как я забрался. Нет, я помню, как это было. Произошел хлопок, это брат преодолел звуковой барьер. Да, помимо этого, во дворе цирка стоял контейнер, и я вот надолго запомнил, в общем, в этот контейнер спрятался клоун, и уже долго время прошло после того, как все, в общем, сказать, уже устаканилось, хищника привели домой, а он все еще там сидел, просто никто не знал об этом. А ему не у кого было спросить, о том, закончилось все или нет. И вот, в общем, там обитал. И тигр этот дошел до здания, насколько я помню, это КГБ, да, рядом здание? Ну, было КГБ. Ныне ФСБ, да. Тигр дошел, и наш дрессировщик, в общем, сказать, очень известный дрессировщик в цирковых кругах, Василий Балюк, это наша правая рукача, который еще с нашим папой работал, он возвращался из магазина. И, в общем, ситуация была абсолютно анекдотичная, потому что у него в руках не было совершенно ничего, а тигр очень опасный, причем хищник. Он просто растерялся. Он шел, и он, в общем, сказать, разглядывал окружающую среду, ему было очень интересно, да. И Василий, он, значит, бросил пакетики, оторвал прутик, развернул за хвост этого тигра, и вот так вот его, направляя вот так вот по филейной части, он его довел в цирк. Вот это было здесь, в Волгограде. Естественно, Мамаев Курган, у нас с братом в прошлый приезд появилась возможность совершить экскурсию внутрь родины-мать, и, ну, конечно, это впечатляет. Во-первых, не у всех есть возможность, и у волгоградцев в том числе, то есть вот как-то нам повезло, нам пошли навстречу. Мы просто узнали, что такое возможно, такое бывает, и нам разрешили. Брат залез аж в меч, сидел в мече, застрял, мы его вынимали потом оттуда. Серьезно, застрял в плечах. Застрял в руке. Да, в плечах вот так вот застрял, мы его вынимали. Ну вот, да нет, но Волгоград, конечно, с вашим знаменитым длинным проспектом, естественно. Мы, честно, любим Волгоград. В детстве здесь произошел случай, когда у папы украли оружие, из цирка выкинули сейф с оружием ночью. Значит, украли эти два револьвера, и дальше из одного из этого револьвера было убито несколько людей. Папа неоднажды прилетал потом в Волгоград на следственные всякие эксперименты, на опознание, потому что это был местный униформист. Но, в общем, все было достаточно серьезно. Ну, помимо этого, у меня очень хорошие воспоминания еще, знаете, из глубокого детства, потому что остались фотографии, когда мы еще были совсем малыми, с братом ползали по различным достопримечательностям. Вот буквально недавно я сканировал архив, осматривал и, в общем, дом Павлова, и родина-мать, и Круган. Ну, в общем, на самом деле с Волгоградом, в отличие от многих городов, у нас очень много связано с таких вот приятных долгих воспоминаний старых. Окей. В микрофон давайте, в микрофон, вы же сами против себя работаете. Вы говорили сейчас о личных впечатлениях, здорово, замечательно. А вот бывает такое, что в каком-то городе, ну, портной изумительный, и вся трупа бегает, у него отшивается. В каком-то городе человек какие-то там боа делает. Есть, что вспомню. Мы с братом здесь однажды ездили, в общем, сказать, в пошивочную мастерскую. Я очень хорошо запомнил эту историю, потому что нас с братом часто путают по именам, и как только они называют. Освальд, Асвальд, Оскальд и, господи, Эдгарда, точно так же. Я помню, мы приехали, и в силу того, что у нас с братом семейная есть такая тема, что мы Эдгарда все время с детства называли почему-то Гариком. То есть это вот такая семейная штука. Тем не менее, он по паспорту Эдгард, если что. И когда мы приехали туда, те люди, которые фиксируют имена на костюмах, на различных запчастях, деталях и так далее, они, видимо, совсем запутались, когда слышали Эдгард, Оскальд и еще Гарик. И когда мы после этого вернули здесь тоже костюмы забрать, на всех, без исключения, костюмах было написано Гарольд. То есть они объединили все, чтобы не мучиться. Это буквально прям портных. Здесь пиццерия, слева от цирка, так метров 200 пройти, если, выходя из цирка. Как называется? Может быть, я не помню, как она называется. Мы пошли туда, человек 15, коллектив пошло. И знаете, когда идет многочисленный заказ людей, по кругу, о нет, я передумал, вот как у нее, и все это минут 20, и официантка стояла, стояла и ничего не записывала. И до меня дошло. Я говорю, а зачем вы над нами издеваетесь? Я говорю, мы минут 20 уже заказываем, причем каждый заказал по 3-4 блюда со всеми делами. Я говорю, а вы даже ничего не записали? Она говорит, я все запомнила. И первый раз в жизни, единственный раз в жизни, когда я видел, когда человек наизусть, указывая на всех, показал, кто что заказал и кто что изменил в своем заказе. Я прям буквально встал и говорю, девушка, вы супер. А чтобы вы поверили, что мы говорим действительно искренне, как бы по поводу воспоминаний, я помню, когда я еще малым был, мы ходили пешком на Волгу, и я выудил судок с мертвой рыбой здесь. Вот такой большой целый. Зачем ты это рассказал? Нет, я просто говорю о том, что действительно много воспоминаний, которые, в общем, можно, так сказать, игнорировать в жизни, но они действительно связаны непосредственно с этим городом. Давайте другой вопрос, он еще чем-то расскажет, как он человека достал. Газета Интер, Светлана, у меня такой к вам вопрос, насколько я знаю, что в числе вашей труппы есть двое волгоградцев. Вот расскажите про них, как они... Не двое, а больше. Больше уже, да? Гораздо больше, да. Я просто знаю про двоих, что Кристина и Артем, насколько я знаю, да? Сейчас, нет, 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 гораздо больше. Виковин в Волгоградской. У нас... Эль, быстро прикинь, сколько у нас волгоградцев? Человек 6-7, наверное. Там трушины. Да. Шесть человек из Волгограда. Здесь очень сильная школа акробатики, очень сильная школа батута, и это неудивительно. Достаточно много выходцев из Волгограда работают не только в нашем коллективе, но и вообще по всей России. Вот один из самых серьезных наших номеров, акробаты на подкидных досках под руководством Сергея Трушина. Он сам волгоградец. Работают здесь, и его подопечные тоже наполовину из Волгограда. Для нас это большая честь, и самое главное, что мы здесь, может быть, будем подыскивать еще себе новые кадры, потому что знаем тренеров, знаем, куда идти, и вполне возможно, что кого-то мы с собой отсюда опять заберем. И второй вопрос у меня такой. Вот вы выступали на многих площадках цирковых. Волгоградская площадка, она ограничивает вас технически чем-то? Что-то здесь не хватает, либо... Я ее даже не оценил еще сейчас. Вы выступали до этого несколько раз уже в Волгограде, вот на этой же площадке. Планировка цирка очень удачная. В общем, цирк имеет нестандартную форму. Это важно. Сейчас он еще подметет. В общем, приоритет, как вы видите, зрителей в этой стране, это обычно очень удобно для артистов, несмотря на то, что цирковые привыкли работать по кругу. Что касается вообще самого цирка, ну, конечно, он оставляет желать лучшего с точки зрения оснащения, но, тем не менее, вот вы видите, оборудование мы свое привезли, поэтому, ну, благодаря тому, что мы можем себе это позволить. Это много миллионов долларов. И те люди, которые не могут себе позволить этого, конечно, они очень сильно ограничены после каких-то московских, питерских площадок и так далее. Мы, слава богу, вот, в общем, все свое возим с собой. Мне кажется, очень маленькая закулисная часть. Это большие неудобства, но, тем не менее, есть спортивный зал. Я вот уже через него прошелся, видел, что там его отремонтировали. Прошлый у нас приезд, он был в катастрофическом состоянии. В общем, сейчас можно там заниматься и, в общем, проводить какое-то время дополнительных тренировок. Это, конечно, здорово. Так, критиковать Волгоградский цирк можно, как и многие другие цирки по нашей стране. Другое дело, что вся эта критика должна относиться, отнестись сейчас, прежде всего, к федеральным... А кто вопрос задал? Я просто... Да. А вся эта критика должна отнестись к федеральным властям. Но вы знаете, все, что у нас федеральное, все очень долго в запущенном состоянии. Вот сейчас я, как член общественного совета Минкультуры, мы являемся инициаторами того, что в сентябре месяце, дай бог, будет принят закон, позволяющий местным властям помогать федералам. Ну, назовем это так, грубо. То есть сейчас мы с вами находимся на федеральной земле. И как бы сильно мэр или губернатор не любили цирк как таковой, они не имеют права сюда вкладывать ни копейки. Просто не имеют права по закону. И я надеюсь, что в сентябре, когда этот закон будет изменен, то губернатор и мэр придут сюда и поймут, что когда-то на этих сидушках сидел Хрущев, наверное. И приведут этот цирк в порядок точно так же, как привел в порядок господин Шанцев в Нижнем Новгороде, как президент Удмурти под личным контролем держит ижевский цирк. И он сегодня является одним из самых лучших цирков не только в России, но, наверное, и в мире. Так что я буду надеяться, что изменение в этом цирке произойдет в хорошую сторону. Поэтому критиковать сейчас его нет смысла. Я посмотрел на манеж, качество манежа привели в порядок. Это очень важно для артистов, для лошадей особенно. Так что я буду надеяться, что гастроли пройдут без травм и все будет хорошо. Окей. Российская газета Ксения Мурменко. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли мода на цирковые жанры и что сейчас в тренде? Ну, я не могу сказать, что есть мода, конечно же. Есть определенные тенденции и скорее на стилистику, чем на жанры. Потому что сам жанр, он является всего лишь инструментом в создании того или иного номера, аттракциона или целого произведения, спектакля, неважно. Ну, в силу того, что есть заинтересованные люди для того, чтобы уничтожить российский цирк, который в основном является цирком с животными, поэтому пытаются навязать моду на акробатику и на эквилибр, соответственно, все те жанры, которые являются ключевыми в работе без животных. Но я не вижу, например, моды. Опять же, мы с вами говорим сейчас о зрителях или говорим об артистах. Это большая разница, да, потому что зритель все-таки приходит на продукт, приходит на рекламу, приходит, в общем, на имена и программа, программе рознь в цирке, так же, наверное, как в кинематографе. Если мы говорим, в общем, сказать, о цирковых артистах, то да, есть тенденции. Почему? Потому что, опять же, это зависит, в первую очередь, от экономики. Многие артисты стараются в последние годы на постсоветском пространстве создавать, мы их называем, бандажно-тапочные номера. То есть те номера, которые не обременяют артиста реквизитом, животными и прочими сложностями, когда можно, буквально заключив контракт с любым из агентов. Работать всю жизнь на корабле. Да, можно где угодно, на корабле, в общем, в арьете и так далее. То есть из-за этого рождается большое количество легких жанров, таких как хула-хупы, в общем, сказать, какие-то еще номера. Или номера, которые единичные, там, например, в раздушной гимнастике на ремнях. И сейчас, когда мы с братом взяли на себя ответственность руководить Большим Московским цирком, я в качестве художественного руководителя, в качестве директора, в общем, мониторя ситуацию саму, выяснили о том, что в Большом Московском цирке существует 24 невостребованных воздушных номера. Вот именно из-за этой тенденции. Потому что наделали таких номеров, и, в общем, люди просто с надеждой на то, что их сейчас всех раскупят. Ну, вот этот, не знаю, тренд это хотите называть, тенденция, в общем, мода. Ну, вот такие направления. Да, пожалуйста. Вопросик. Газета «Московский комсомоль» Светлана Сазонова. Вы довольно-таки, ну, может, часто, не часто для вас это. Участвуйте в телевизионных проектах, например, снимаюсь в «Реальных пацанах». Что вы скажете о ваших планах на этой стезе и вообще, в целом, об участии в таких проектах? Сейчас брат уже приступил к тренировкам в новом сезоне проекта Ильи Авербуха. Как он в этом году будет называться? Еще пока рабочее название. Рабочее название. Ну, вы понимаете, да? Кататься будете. Да, лед. Брат уже начал тренироваться, еще не определили ему партнершу. И, честно вам скажу, Илья нас приглашал три года подряд. Просто не было возможности. Вот в этом году так все сложилось, что у брата появилась возможность и тренироваться, и в дальнейшем сниматься. Что касается дальше проектов, то большие гонки в этом году не состоятся. Хотя и нас звали, и мы уже вроде как должны были подписать. Что-то там случилось, что-то случилось на Первом канале. Сейчас мы ведем переговоры с одним из федеральных каналов на съемку целого сериала, посвященного животным. Все, больше я пока открыть это не могу, ничего дальше. Вот я надеюсь, что к сентябрю, к октябрю месяцу уже начнутся непосредственно сами съемки. Из отснятого еще, я не знаю, буквально, наверное, в этом году, может быть, в следующем должен выйти фильм с участием моего брата «Не бойся, я с тобой» продолжение. И помимо этого, пока планы отложились, но обещали на нынешний Новый год, который прошел, должен был выйти фильм «12 месяцев», в котором мы с братом принимали участие, не только мы, еще и наш Лев, Джон. Скорее всего, наверное, в этом году я видел уже рекламу. В общем, наверное, они просто ближе к Новому году этот фильм выпустят. Еще небольшой вопрос. Вы хотели бы возглавить Росгосцирк? И с чего бы начали менять? Вы достаточно часто критикуете? Наверное, это вопрос еще ближе ко мне, потому что было назначение меня как директора Большого Цирка. Не можешь убедить зло возглавь его? Да. Обсуждался вопрос с министром культуры, что назначение директора компании Росгосцирк было до назначения Большого Московского Цирка. И он мне задавал вопрос, интересно ли мне побороться за пост в кресло, за это. Я сказал, да, мне интересно, но не в 37 лет, потому что это самая большая цирковая компания в мире, с самым большим количеством стационарных зданий, артистов, животных. И самой большой дыркой в бюджете. И самой большой дыркой в бюджете, да. То есть здесь надо полностью забыть про артистическую карьеру. И, как я уже говорил в собственных интервью, взять лопату и грести в самом прямом смысле этого слова. У меня просто на это нет сейчас ни возможности, ни, честно говоря, желания. Но я думаю, что знаете, что еще имеет большое значение? Сейчас, слава богу, власти страны, в общем, и многие люди, которые должны заниматься непосредственно этим вопросом, стали обращать внимание на цирк. Слава богу, в общем, при нашем активном участии, при наших инициативах. И я считаю, что заниматься Росгус-цирком нужно в то время, когда это будет проходить в купе вместе, вот с теми людьми, которые должны этим заниматься в том числе. Одним там делать нечего. Бесполезно. Какой бы ты ни был хороший человек, какой бы ты ни был инициативный, какой бы ты ни был профессионал и опыт, ничего не имеет значения, если, в общем, нет денег, если никто не хочет помогать. Потому что даже вот на примере Большого Московского цирка я могу сказать, что большую часть времени пожирает хозяйственность, которая просто-напросто большинству людей не нужна. И рожденная вот эта болотная система, которая затягивает, в общем, и не дает тебе возможность развязать руки и заниматься тем, чем должен заниматься там тот же художественный руководитель и директор. Знаете, нам в наследие достался цирк, которого течет крыша, в общем, там невозможные деньги, там просто сотни миллионов и рублей, и долларов, в общем, надо потратить. Это только всего лишь один цирк, и это столичный цирк, понимаете, который многие люди даже нехотя должны просто-напросто ремонтировать. А заставить людей вот это количество цирков, которые по всем городам находятся, в большинстве городов, в которых просто-напросто вообще финансовая, так сказать, составляющая, ну, так сказать, оставляла бы желать лучшего. И здесь, конечно же, проблем слишком много, и в свои молодые годы можно просто-напросто прозябать. Давайте еще пару вопросов. Эдгар Тасколь, скажите, пожалуйста, сколько всего членов семьи из династии Запашных работают сегодня в цирке? Ну и мечты, вот если бы вы все-таки не работали в цирке, кем бы вы хотели, может быть, даже с детства стать? Мы сейчас вам не готовы сказать точное количество. Дело в том, что сейчас появилось, ну, прям большое количество наших племянников, двоюродных, там, троюродных. Вот, просто точную цифру мы даже и не считали, честно говоря, ну, нет смысла. Ну, где-то четыре направления, четыре больших направления. Знаем, знаем всех лично, знаем по именам, но просто не считали, вот, если это надо взять и посчитать. Вот, что касается, чем бы мы хотели заниматься, я бы хотел быть президентом страны, наверное, лет... Ну, кто бы не хотел. Нет, знаете, самый сложный вопрос по-настоящему. Кто знает, какое было бы твое прошлое, если бы не было вот то, что сейчас. Мне всегда нравилась, ну, некая публичность и, наверное, все, что связано с спортом. Если бы мои родители когда-то, там, в детстве отправили бы меня на футбол или на бокс, может быть, я достиг бы каких-то результатов. Знаю, что брат очень сильно влюблен в компьютер, влюблен, и он талантливый режиссер, и ему уже и сегодня хочется снимать фильмы, кино, поэтому вполне возможно, что он проявлял бы себя в этом, но я надеюсь, что он и будет себя в этом проявлять, потому что вот его талант взрывать нельзя. Нет, ну, да... Он и денег должен за вот эту похвалу. За этот пиар, да. Нет, на самом деле я бы, наверное, разделил ответ на такой вопрос на два. Один гипотетический, да, вы скажете, кем бы мы были, если бы с детства воспитывались иначе, и кем бы мы хотели быть, когда уже, в общем, есть взрослые интересы. Как взрослый человек многие вещи мне интересны, действительно, а так космонавт... Мы с братом будем факелоносцами, понесем факел в Сочи 2014 в двух городах. Брат понесет его в Омске, я понесу его в Тюмени. Поздравляю тебя. То есть Аскольд из Омска до Тюмени донесет, а вы от Тюмени до Сочи. Ну да, и Царство Небесное. Так, последний вопрос. Давайте. Господа, ну тогда позвольте, я задам вопрос последний. Скажите, пожалуйста, у вас очень-очень плотный график. Мы только боимся слова последний. Нет, крайний, предпоследний. График у вас очень плотный, свободного времени мало. Тем не менее, вы знаете, что вы медийные фигуры, вас все любят. Готовы ли вы уделить чуть-чуть своего времени, чтобы прийти, пообщаться, ну, допустим, к нашим радиослушателям на радио КП или другое? Конечно, конечно. Мы будем стараться делать все для того, чтобы максимально быть полезными. И это может быть не только там общение с прессой, но это и благотворительность, прежде всего. Это и какое-то общение с аудиторией, которая не ходит в цирк. Мы с братом, ну, фактически на постоянной основе ездим в онкоцентры, к детишкам. И не однажды проводили акции там и в местах заключения свободы, и с несовершеннолетними, там, совершеннолетними. Поэтому такая работа будет вестись. Она не всегда нами освещается в прессе, потому что, ну, что-то хочется сделать так, чтобы никто это не знал, потому что пытается там достучаться до восьмилетнего рецидивиста, в буквальном смысле слова. Там уже вторая, третья ходка у ребенка есть. Такое тоже бывает. Вот. И здесь не надо публичности предавать то, что творится в его жизни. И можно я добавлю? И второй аспект – это то, что мы с братом воспринимаем как какой-то норматив и, может быть, даже свою обязанность общения с публикой, начиная с наших, так сказать, интернет-порталов различных и, в общем, живое общение. Мы стараемся держать обратную связь через журналистов, в частности, как бы, как через проводников в общественные массы, для того, чтобы слышать пожелания публики, в общем, понимать, чем дышит каждый из городов, в котором мы бываем, что нравится в нашем творчестве, что не нравится, поэтому с удовольствием общаемся на радио, проводим прямые линии, в общем, такие вот пресс-конференции, бывают действительно какие-то акции, как брат сказал, поэтому вот пресс-секретарь наша Юлечка Мельникова, она с вами с удовольствием со всеми поменяется контактами, так что, если у вас будут какие-то предложения, помимо этого, я хочу сказать, чтобы вы не замыкались на братьях запашных, несмотря на то, что мы действительно медийные люди, но в нашем коллективе огромное количество очень интересных людей. У нас есть люди опытные, люди, которые в каждом, каждый в своем жанре, а иногда и во многих жанрах, добились очень высоких результатов, попутешествовали по миру, есть специалисты в различных областях, в том числе в дрессуре специфических животных, поэтому можно их приглашать, и они расскажут вам... В прошлом городе Комсомольская правда... Где вы? Я вас потерял. Да, в прошлом городе корреспондентка Комсомольской правды приходила с материалом и брала мастер-классы у наших воздушных гимнастов. Мы ее поднимали под купол, она... Да-да-да. Так что, пожалуйста, если какие-то такие эксперименты вам интересны, пожалуйста, ради бога, будем одеваться над вами. Существует... Это я как бы в качестве, наверное, может быть рекламы, но по-настоящему для восприятия связи. У нас существуют разные группы ВКонтакте и, в общем, на Фейсбуках и прочих социальных сетях. И вот, например, в нашей официальной группе и на нашем официальном фан-клубе постоянно проводится, ну, сказать, с какой-то определенной периодичностью открытое общение с артистами нашего коллектива, то есть в которых рассказывается как со стороны о этих людях, в общем, о их творчестве, так и непосредственно общение с ними. Так что, если вам будет просто-напросто любопытно, надо сказать, относительно такой наводки, можете зайти, ознакомиться и с любым из этих людей можно будет встретиться. Спасибо вам громадное. А еще можно пригласить журналистов поиграть в футбол с нашим коллективом. А, мы тоже такое делали. Если среди вас есть мотор, который вас всех объединит, и вы сможете собрать объединенную команду журналистов, то мы готовы бросить вам вызов и сыграть в футбол с вашими мужчинами на полном серьезе, там, 11 на 11. Найдем возможность, там, арендуем поле и сыграем. Пожалуйста. Так что это вам тут надо как-то между собой. Мы сейчас приведем тигра. Пожалуйста, вот как сидите, так и сидите. Не надо никуда убегать. Бесполезно убегать от снайпера, вы умрете уставшим. Да, микрофоны только нужно будет убрать, потому что на барьере будет тигр. Да, там прусно было. Чего это? Чего это? Раз, раз. Ваш. Слушай, а может чуть-чуть? Раз, раз. Да, там ничего не запутали. Да, вон, там все. Все очень запутали. Вот. Вот он, вот Мартин. Вот он, вот Мартин. Мартину 14 лет. 15 лет. Хороший, хороший парень. Это специалист в области цирка. Ну, я такой же дома, только маленький. Вот он, кстати говоря, Мартин снимался во многих сериалах, и кино снимался. Вот что это такая звезда не только тут. Очень хорошо знаком со многими известными артистами, российскими и иностранцами. А можете назвать такие фильмы? Игра на... Александровский сад, первый канал. Значит, Игра на выбывание, это НТВ сериал с Майковым был такой. Зеркальные войны. Салфера у вас все еще... Сейчас есть будет, да? Да, на снимайте. Обычно, да. Сменные руки. А что означает вот эта вот жезда? Как бы ненависть. А мне так можно, да? Еще залезать до смысл. Хорошо. Иди встань. Иди встань. Иди встань. Мартин килограмм 180, наверное. Встань. Встань. Ну, давай, залезай. А, залезет. Залезай. Мартин это... Мартин, залезай. Контактный тигр. То есть это то животное, которому можно доверять. И брат делает классический трюк. Это голова в пасте хищника. Угощает его мясом изо рта. Ну, и помимо этого, Мартин, он, в общем, участник представления с точки зрения таких трюков, которые надо видеть. Это не объяснить. Вы знаете, что? Здесь разные этапы. Они постепенно переходят в разные стадии. Когда мы видим, что животное, в общем, становится ему тяжело делать физические упражнения, тогда мы его переводим на легкий труд. А потом уже, в общем сказать, если животное вообще ему тяжело, он в качестве украшения присутствует. Фактически это пенсия. То есть он содержится полноценно. То есть за ним следят, за его здоровьем следят. В частности, вот Мартин, он в детстве перенес операцию на ногу. Ему сделали очень сложную операцию в Будапеште, в Венгрии. И поэтому мы очень внимательно следим за тем, чтобы не давать ему серьезных нагрузок на ногу. Потому что у него может быть как бы травма проявиться. Бывало, на него нападают иногда. Помните, я вам сказал по поводу льва, что есть лев, который опасен сам для себя. Потому что обычно добрые животные, они, в общем сказать, расположены не только к человеку, но и к остальным хищникам, расположены вот так вот открыто. А в мире хищников все очень жестоко. И поэтому вот Мартин со своим доверием, он несколько раз подходил к тигру по имени Джастин. И тот решил потом на него кинуться, и после этого вбил себе в голову, что на него нужно все время нападать. Поэтому на Мартина неоднократно совершались нападения. И это только один из эпизодов. А так, на самом деле, очень часто бывало, что вот ему доставалось. Но к счастью, мы с братом успевали подоспеть нас только, чтобы только какие-то шрамы небольшие у него остались. Но он жив и здоров, по-моему. Это было бы сложно. Не отпущил мне руку? молодец маркин мировой мальчишек все я убрал спасибо дайте к нам это очень хорошо